Сложно поверить, но в снаряде, который с такой ловкостью и, казалось бы, лёгкостью подбрасывает эта хрупкая девушка, 8 килограммов. В гиревой спорт Милослава Ус пришла в 13 лет. Её папа – учитель физкультуры Виденского художественно-технического лицея и руководитель школьно-спортивного клуба силовых видов спорта. Поддержал решение девушки и стал её первым тренером. Я сам заниматься начал, я попробовал функциональность гиревого спорта, оценил его на себе и решил привить детям. Решил попробовать, захочется, не захочется. Сейчас в Милославе 16. На её счету множество побед на московских и российских соревнованиях. Причём не в классическом направлении, а в гиревом жонглировании, которым девушка загорелась после посещения мастер-класса старшего тренера сборной Москвы Оксаны Никифор. Впоследствии именно она стала наставником Милославы. Классики – это просто монотонная работа, постоянная, очень долгая. А в жонглировании есть элементы хореографии, и для меня это легче. Три раза в неделю гиревое жонглирование, три раза в неделю функциональные тренировки в секции на базе ВХТЛ. Сейчас Милослава уже кандидат мастера спорта. На днях девушка вернулась с Кубка Москвы и вновь не с пустыми руками. Она заняла первые места в личном и парном разряде. Жонглирование развивает именно больше координацию и ловкость из-за того, что у вас постоянные обороты, и вам нужно очень внимательно следить за гирей. Ну и, конечно же, это тоже, чтобы жонглировать, нужна ещё и сила. Самое главное, конечно, это координация, потому что это сложный координационный вид спорта, требуется постоянно двигаться. Гиря имеет смещённый центр тяжести, она вас за собой тянет, вам приходится постоянно под неё подстраиваться. Это броски на несколько оборотов, вам приходится вертеться, приседать. Довольно-таки динамичное выступление длится примерно 3-4 минуты. В ближайших планах увеличить количество оборотов до 4-х, абсолютный рекорд по этому виду спорта 5 оборотов, и завоевать победу на первенстве России, которая пройдёт в феврале следующего года в Томске.